философско-математический разговор что такое расстояние вообще что такое теория пределов на уровне абстракции более высоком чем мы привыкли там обычно то есть что нужно ввести на множестве чтобы можно говорить о сходимости было в этих терминах значит итак есть просто любое множество ну просто любое вот вообще любое какие-то точки где-то набросаны в каком-то количестве конечном бесконечно там не имеет значения никакого но для конечного это будет не очень интересно вот а вот для бесконечного для бесконечного там уже начинаются разные истории содержательные и так что такое метрика метрика это способ измерения расстояний метрика это способ измерения расстояний ну то есть я хочу уметь говорить что от точки x до точки y какое-то расстояние но давайте попробуем понять какие требования должны быть да значит во первых конечно нужно чтобы отрицательных расстояние не было как это отрицательное расстояние имейте в голове такую картинку что расстояние это тот ресурс который вы должны затратить чтобы попасть из одной точки в другую вот сколько ресурса например там это может быть время до вопроса времени как долго вы будете идти или сколько денег вам нужно затратить чтобы до такси доехать или на чем-то еще ночью любой здесь может быть любой ресурс такой вот который вам надо затратить ясно что тогда он как бы не отрицательный ну и кроме того ясно что значит вот робот xx равно нулю то есть если вы в этой точке уже находитесь то не нужно ресурсы чтобы в нее попасть и а также из того что ресурсы никакого не нужно должно следовать что это одна и та же точка x и y то есть если я от одной точки в другую бесплатно попадаю но такого быть не может для разных точек это может быть только для одной то есть на самом деле робот xy равно нулю тогда и только тогда когда x равно и можно и так было бы написать тогда это мы бы убрали вот дальше следующая следующий момент такой вот он важный что есть я хочу затратить ресурс чтобы попасть xxz но хочу как бы затратить минимальным образом будем представлять себе что это минимальная затрата ресурсов значит тогда в принципе я могу планировать трату ресурсов в начале попадания в игре к потом попадания в z то есть у меня есть возможность ну например делать так я могу как-то иначе делать но я могу и так делать если я сделал так то по крайней мере тогда ресурс который я трачу на попадание из xz не превосходит ресурс который тратится на попадание из x в y и потом ресурс который тратится на попадание из yz вот так сказать эта аксиома она носит такой что ли можно сказать может даже экономический характер да то есть отсылка к моему поведению это верно потому что что я хочу потратить как можно меньше ресурса чтобы попасть из одной точке в другую но один из вариантов попасть из одной точке в другую это потратить вот столько ресурса но значит минимальное значение оно не превосходит этой суммы ну вот вот принципе можно было бы остановиться и изучать дальше пространство вместе с вот такой функцией но есть одно но то есть вот если у меня есть такая функция с этими свойствами есть одно но проблема в том что будет тяжело изучать если она не симметрично то есть вообще говоря интерпретация этой функции как ресурс на попадание из одной точки в другую не предполагает симметричности если я в час пик хочу попасть из измайлова где мы сейчас находимся в центр москвы то временного ресурса я точно затрачу сильно больше чем если кто-то навстречу поедет из той же точки из центра москвы в измайлова пробки до пробки с р вот и поэтому несимметричные расстояния это очень интересно это можно изучать да но это гораздо сложнее чем симметричные то есть несимметричные тоже имеют место в жизни но нормальной науке можно подвергать только симметричное состояние то есть мы требуем вот как бы еще что ресурса который мы тратим для попадания из x в y столько раз сколько ресурса для попадания из y в x ну и вот после этого если на множестве x задан такой способ изменения расстояний и что то же самое на декартовом квадрате множество задано функция метрика функция функция с определенными свойствами вот вот в этом случае если эти свойства выполнены мы говорим о метрическом пространстве вот ну и вот теперь собственно можно давать совершенно стандартные определения стандартные определения которые обычно даются на вещественной прямой ну а чтобы чтобы мосты построить с тем что вы знаете то он на вещественный прямой способ измерения расстояний такой это модуль разности двух чисел то есть расстояние от точки 3 до точки 5 равно двум расстояние от точки пи до точки минус е равно пи плюс е и так далее на плоскости тоже понятно как мерить расстояние расстояние от точки там а до точки б в терминах координат это там x а минус x b квадрат плюс y минус y b в квадрат ну и для приличия возьмем корень еще а вот значит вот такой способ измерения расстояния на плоскости обычной совершенно приводит тому что плоскость тоже превращается метрическое пространство ну а дальше начинается вся наука да то есть мы говорим об окрестности рисуем такой шарик до рисуем шарик на самом деле окрестностью шарик является такой на счет такой шарик шарик это множество всех точек x таких что расстояние от них до некоторой определенной точки а меньше или равно какого-то эпсилон то есть это шарик радиус эпсилон центре в точке а я его нарисовал шариком но это связано только с тем что вот здесь именно так определялась расстояние а метрики бывают разные можно определить метрику скажем ну давайте определим на той же самой плоскости метрику как модуль x а минус xb плюс модуль y а минус yb эта метрика носит название нет она никакого специального названия не носит в ней расстояние от вот этой точки до любой из вот этих точек одно и то же то есть модуль суммы до таких двух у нас сумма все время остается одна и та же вот и тогда вот этот шарик он вот такой будет да вот 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 шар представляете такой вот но есть еще метрика шахматного короля короля которая устроена еще иначе это максимум из двух вот этих величин x а минус xb координат иксовых и y а минус yb а почему это метрика шахматного короля а потому что тогда вот отсюда попасть сюда столь же дорого сколи сюда здесь обе координаты равны единицы здесь 10 и тогда шар это блин квадрат но так сказать на плоскости эти метрики но друг другу эквивалентным некоторым строгом смысле слова что внутри каждой такой окрестности лежит вот такая внутри каждый такой лежит такая и это означает что свойства сходимости которые можно на основе метрики изучать они будут выглядеть совершенно одинаково так ну что сейчас мы сотрем и какие-то основные определения дадим это вырезать так вот зачем нужны эти метрические пространства чтобы в самом общем виде понять что такое сходимость пусть x запятая ро метрическое пространство ну то есть эта функция нам на декартовом квадрате x а удовлетворяющая вот соответствующим всем свойствам а вот который мы перечислили тогда последовательность x1 x2 xn и так далее точек из x сходится точке x без индекса он только в том случае когда вот такая последовательность сходится к нулю то есть определение сходимости это что расстояние от точек последовательности до ее предела должны стремиться к нулю все больше ничего вот но это то же самое можно записать там в обычном таком для любого эпсиума больше нуля да такие любимый наш язык существует дельта больше нуля да такое что значит нет извините существует n натуральное число вот не в ту степь пошел вот существует натуральный n такое что для любого индекса большего чем это натуральное n то есть если я убежал достаточно далеко тогда значит для любого этого самого будет расстояние вот энной точки до предельный меньше вот если она убежит какой бы я не взял вот я взял этот окрестность вот и если очень далеко ждать долго ждать то с какого-то момента они навсегда может они один раз зайдут потом снова выйдут но с какого-то n вот с этого момента уже все будут бегать внутри этой окрестности ну и дальше это верно для любого эпсиума то есть я могу сжимать и все так будет происходить дальше если я еще сожму то мне нужно будет подождать дольше то есть этот n уже не пойдет там миллион не пойдет может через еще миллиард уже мы войдем внутрь это крест это себя как бы последствия которая неограниченно приближается к точке x в терминах этой метрики ну и ясно что если вот есть эквивалентность метрик то есть если любой окресте такого рода есть окрест из такого и наоборот то сходимость означает ровно одно и то же просто сами возьмите и проверьте что формально сходимость в одной метрика будет означать то же самое что сходим из другой так все бывает фундаментальные последственности которые тоже тоже можно для любого метрического пространства их определить x1 x2 x3 так далее сходятся в себе как раньше говорили или как теперь говорят фундаментально в том и только в том случае да тогда это тогда когда значит так для любого епсилон больше нуля можно взять ну можно значит опять нащупать такой номер начиная с которого теперь пишем что расстояние от вот этого n до всех следующих меньше епсилон то есть а какой бы епсилон больше нуля мы не взяли сколько угодно маленький внутри самой последовательности можно отыскать такой номер n что если вокруг xn провести епсилон круг то все прочие будущие члены последственности они уже внутри этого круга лежат если я хочу еще меньше n взять ну возьму еще соответственно найдется какая-то соответственно какой-то номер уже с гораздо большим n такой что уже в меньшей окрестности этого номера тоже будут бегать все последующие после этого номера да то есть вот это например миллионный номер внутри окрестности миллионного номера радиус епсилон будет гулять вся последующая часть этой последственности оставшиеся но если я хочу не епсилон а епсилон там пополам то я могу подождать еще миллиардного номера и в его окрестности епсилон пополам уже будут гулять все после миллиарда ну и так далее то есть утверждение здесь опять для любого существует это вот язык который развили до конца развили там девятнадцатом веке уже завершили только полностью ну и вот ну и дальше собственно говоря значит элементарно элементарно что сходящиеся фундаментально а обратное просто неверно обратное утверждение является неверным если я возьму метрическое пространство которое является прямой с выколотой точкой 0 то последовательность 1 1 2 1 3 и так далее будет сходиться в себе по очевидным причинам можете проверить но предела у нее не будет ну потому что я этот предел взял и выколол физически взял и убрал да ну и вот так сказать дальше есть красивая конструкция которая называется пополнение метрического пространства пополнение делаем любую фундаментальную сходящиеся то есть как бы делаем любую фундаментальную сходящийся то есть берем просто всевозможные такие мыслимые условные пределы фундаментальных последствий мы чувствуем что фундаментальная последствия она как бы ну вот в какой-то точке пространства должна ну наконец остановиться и угомониться но мы не можем найти эту точку ее может не быть вообще мы физически добавляем ну как добавить точку но если точки нет надо просто самую эту последовательность назвать точкой вот саму это типичный математический прием мы какой-то сложный объект называем точкой но требование в чем заключается требование требование заключается в том чтобы две разные последствия которые явным образом стремятся ну к одной и той же новые точки несуществующий да они должны определять одну и то же это ну одну и то же точку этого пополнения правда ну а что для это надо сказать ну для этого просто надо потребовать чтобы расстояние между ними стримилась к нулю просто что rho от xn до yn значит ну стремился к нулю у к последовательность вещественных чисел положительных вот вот если это так то ясно что они должны определять ну как бы они должны стремиться к одному и тому же Вот, ну вот, собственно, классы, значит, все последствия разбиваются на классы, можно доказать, что если расстояние от точек одной последствий фундаментальной до точек другой стремится к нулю, и от точек YN и ZN фундаментальной стремится к нулю, ну, кстати, достаточно, по-моему, что одна из них только фундаментальная, ну, подумайте, кстати, над этим, то и тогда точек XN к третьей и ZN тоже будет стремиться к нулю, то есть у нас получается именно разбивание на классы, это отношение эквивалентности, отношение эквивалентности всегда разбивает на классы множество, значит, множество всех фундаментальных последствий разбивается на классы, значит, класс фундаментальных последствий называется точка пополнения, и именно таким способом переходят от рациональных к вещественным числам, точнее, это один из способов перехода от рациональных к вещественным, но вообще их очень много, это аксиомы полноты всякие, сечение додекинда есть, Есть формальное определение того, что такое бесконечная десятичная дробь и какие дроби эквивалентны друг к другу. То есть объект вещественных числов очень сложный сам по себе. Он имеет много разных, к нему много разных подходов. Один из них вот на основании того, что я рассказал. Все, пользуйтесь, друзья.